У этой актрисы была очень насыщенная жизнь, но, к сожалению, короткая. Кэрол Лэндис Кэрол Лэндис, урожденная Фрэнсис Лиллиан Мэри Фитст, родилась 1 января 1919 года в бедной семье в деревушке Фэрчайлд, штат Винсконсин, США. Ее мать Клара Стентек Ритст происходила из семьи поляков-фермеров. Отец Альфред Ритст, норвежец по происхождению, бросил семью еще до рождения дочери. Воспитанием Фрэнсис занимался ее отчим, Чарльз Феннер. Кэрол была младше из пяти детей, двое из которых умерли в детстве. Ранние годы Кэрол были заполнены бедностью, и, по некоторым сведениям, она в детстве подвергалась сексуальному насилию, а в 10 лет по решению суда ее передали на воспитание в католический приют. В январе 1934 года 15-летняя Кэрол, Кэрол выходит замуж за своего 19-летнего соседа, Ирвинга Уэллера, но брак был расторгнут в феврале того же года. Благодаря своей привлекательной внешности, Лэндес в юности часто становилась победительницей на различных конкурсах красоты. Девушка бросила школу и решила начать карьеру артистки. Кэрол поначалу работала певицей и танцовщицей в одном из ночных клубов в Сан-Франциско. Она перекрасилась в блондинку, взяла псевдоним Кэрол Лэндес в честь своей любимой актрисы Кэрол Ломбард и, накопив 100 долларов, уехала покорять Голливуд. Режиссер-хореограф сделал красавице Кэрол предложение в июне 1939 года, но затем расторгнул помогку с ней. А в 1940-м она вышла замуж за яхтенного брокера Вилли Ханта-младшего, человека, которого она называла комедиантом, и оставила его через два месяца. Через два года она встретилась с капитаном авиационного корпуса Томасом Уоллесом в Лондоне. По многочисленным воспоминаниям родственников актрисы, Томас был ее единственной настоящей любовью в жизни. Сама актриса признавалась, что влюбилась в него сразу, как только увидела, а именно в пятницу 13 ноября 1942 года в 4.30 после полудня. 5 января 1943 года после двухмесячного знакомства состоялось бракосочетание. Кэрол настояла на пышной церемонии венчания в католической церкви. Большим разочарованием для обоих явилась неспособность Лэндис иметь детей. Кэрол страдала от эндометриоза и поэтому не могла забеременеть. Томас убеждал Кэрол завершить кинокарьеру, но не нашел понимания. Два года спустя пара развелась. За все время брака они провели вместе всего лишь несколько недель. В конце 1930-х годов Кэрол, как актриса, иногда снималась в кино. Но лишь в эпизодических ролях, попутно подрабатывая моделью для календарей и плакатов, фривольного содержания. Первый же успех к ней пришел после выхода на экраны фильма «Миллион лет до нашей эры». Лента произвела настоящий фурор в мире кино. И наутро Кэрол проснулась знаменитой. Визитной карточкой актрисы были не только ангельские внешности и идеальная фигура, но и очень красивый голос. Этот факт позволил ей претендовать на главные и второстепенные роли в множестве весьма успешных фильмов, например, «Дорожный указатель». Позже актриса подписала контракт со студией 20-й век «Фокс» и закрутила романс с их продюсером Дэрилом Зануком, что гарантировало ей съемки в известных картинах, таких как «Ночной кошмар», «Луна над Майами». Расставание с Дэрилом положило конец карьере Кэрол в 20-м веке «Фокс». Во время Второй мировой войны артистка ездила с концертами и выступала перед американскими войсками за рубежом. Там она в тяжелой форме перенесла малярию и амебную дизентерию. Ее с трудом удалось спасти. В 1945 году Кэрол выходит замуж за бродвейского продюсера Хорейса Шмидлопа. Кэрол часто страдала от депрессии и несколько раз пыталась уйти из жизни. Из-за этого ее карьера стала угасать, пошла на спад, а брак со Шмидлопом трещал по швам. Спустя некоторое время у нее начался роман с актером Рексом Харрисоном, который на тот момент был женат. А 5 июля 1948 года Кэрол все-таки покончила жизнь самоубийством, приняв большую дозу снотворного. Ей было на тот момент 29 лет. Кто-то утверждал, что последней каплей для Кэрол стал отказ ее последнего любовника Рекса Харрисона бросить свою жену, актрису Лили Палмер, и уйти к ней. Кэрол Лендис была похоронена в городе Глендейл, штат Калифорния. На похоронах присутствовали Цезарь Ромеро, Ван Джонсон и Пэт О'Брайен. Харрисон присутствовал со своей супругой, где сенсационно заявил, что Кэрол была убита. За свой вклад в киноискусство Кэрол Лендис удостоена звезды на Голливудской аллее славы на Вайн-стрит в 1765 году. Кэрол Лендис Кэрол Лендис Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok